Продолжаем выпуск. В Мурманской области после реставрации открыли памятник летающей лодке Б-6. Гидроплан установили на острове в Кольском заливе в 68-м году. Без ремонта детище советских инженеров-конструкторов простояло более полувека. Репортаж Игоря Геенко. Разведчик, помощник и прародитель современных самолетов-амфибий, единственный из сохранившихся в России лодка-самолет Б-6 получила второе рождение. Несколько десятилетий этот памятник послевоенной морской авиации Северного флота стоял без какого-либо присмотра. В нем жгли костры, оставляли надписи, отчасти разбирали на металлолом. Советское техническое наследие удалось спасти буквально чудом. Очень много подобных памятников создавалось инициативой личного состава частей. Просто тех, кто жил и трудился тогда. И, конечно же, они не имели за собой никакой такой юридической основы технических проектов. Сейчас состояние лодки-самолета едва ли не лучше, чем когда ее водружали на пьедестал. Специалисты даже на винты нанесли прорезиненное покрытие, чтобы соленая вода не вызвала коррозию. Реставраторы не скрывают, для них это самый сложный из проектов по всей стране. Логистика, условия работ, кратно растущие из-за ковида цены на материалы прямо во время реставрации. Каждый сантиметр самолета здесь зачищали вручную. А часть деталей пришлось даже отвозить на авиазавод в подмосковный Жуковский. На все работы ушло более восьми месяцев. Тут очень сложная геометрия, естественно, самолета. Это жестяные работы, это все держится в основном на клепках. Работали даже советскими инструментами тех времен. Ну, потому что клепки изготавливались под непосредственный инструмент тех времен. Сейчас местные власти намерены сделать монумент своеобразной точкой притяжения для туристов. Но на это уйдет не меньше года, пока к памятнику просто так не попасть. Чтобы увидеть памятник лодке самолету, единственный из сохранившихся в России, нужно будет выполнить два условия. Первое, это получить пропуск, территория находится в закрытой зоне. И второе, обзавестись лодкой. Попасть на остров по-другому просто невозможно. Игорь Агейн, Кантон Климовский, Дмитрий Кваснюк. Вести из Мурманской области.